Спонсор выпуска новостей – Центр недвижимости и ипотеки «Этажи». Планируете купить, продать или сдать в аренду недвижимость, но сомневаетесь? Специалисты Центра недвижимости и ипотеки «Этажи» помогут развеять все сомнения. Наберите нужный номер телефона или приходите по адресу. Город Чита, улица Чкалова, 136. Центр недвижимости и ипотеки «Этажи». Все виды сделок на раз, два, три. Редактор субтитров А.Семкин благоустроена в рамках федерального проекта. Об этих и других темах расскажем более подробно прямо сейчас. В эфире новости РТК Забайкалия в студии Марина Пожидаева. Здравствуйте. Три дня, которые определят будущее всей страны, в России стартовали выборы президента, которые удивили буквально с самого начала. Чем, расскажет Екатерина Пешкова. В 8 часов утра двери избирательного участка номер 127 открываются, и зал моментально заполняется потоком людей. Чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты, забайкальцы спокойно выстраиваются в очереди, чего, наверное, раньше не было никогда. Мы выбираем наше будущее, поэтому очень хочется отдать свой голос на этих выборах. Поэтому пришла сегодня рано. Иду на работу. Три дня у нас есть, но в первый день, я думаю, лучше это сделать, чтобы потом уже, как говорится, с чистой совестью ждать результатов. Чтобы проголосовать одной из первых, в очереди приходится постоять и руководителю городской администрации Инни Щегловой, которая тоже весьма удивлена происходящим. Я впервые, на самом деле, стою в очереди для того, чтобы в 8 часов утра проголосовать. Это, конечно, очень дорогого стоит, что люди спешат отдать свой голос и сделать свой правильный выбор тогда, когда только открылись избирательные участки, а уже достаточно большое количество людей, которые считают своим долгом прийти и сделать это до своей основной работы, до начала своей основной работы. Я считаю, что это, наверное, показатель. На 120-м избирательном участке ситуация примерно такая же. Сейчас на часах 8.44 и количество проголосовавших можно отследить по комплексам обработки избирательных бюллетеней. Здесь принято 63 бюллетеня. Здесь, если посмотреть, 37. Среди первых и губернатор Забайкалья Александр Осипов вместе с супругой. Нынешние выборы он называет уникальным мировым событием. Мы очень ясно должны осознавать, что весь мир, безусловно, все политологи, аналитики, военные всего мира и, конечно, политические бонзы, которые, 50 стран, которые много чего за это время делали, много чем нам грозились, все-все, весь мир очень жадно смотрит, слушает на то, что будет сегодня и в эти два дня, еще в эти три дня происходить в России. Потому что, безусловно, в значительной мере мироустройство, будущее, справедливость во многом будут зависеть от того, что будет происходить и какой выбор сделает российский народ. Повышенный интерес забайкальцев к выборам в первые часы в этом году отмечают и в Центре общественного наблюдения, который развернулся на площадке Забайкальской краевой филармонии. Здесь за ходом голосования в режиме онлайн с помощью автоматизированных рабочих мест и огромного экрана может понаблюдать любой желающий. Сегодня в 8 утра уже в полном формате начал работать Центр общественного наблюдения. Все наши 1310 общественных наблюдателей вышли на избирательные участки, все участки открылись. И сегодня уже мы можем наблюдать картину на наших мониторах со всех участков, где есть прямое включение, как идет работа на избирательных участках. В дню голосования предшествовала большая работа. И мне кажется, что удалось достучаться до забайкальцев, удалось достучаться до сердец, от молодых до немолодых наших забайкальцев. И мне кажется, это то, что происходит сегодня не по принуждению, а по зову сердцу. Сохранится ли тенденция такой активности населения, пока говорить рано. Но начало, отмечают в Центре общественного наблюдения, очень хорошее. Узнать предварительные итоги первого дня голосования можно будет уже сегодня в 9 часов вечера. Телеканал «Забайкалье» расскажет об этом своим подписчикам в социальных сетях. Екатерина Пешкова, Григорий Анипер, Владимир Николаев и Никита Дроздов. Специально для РТК «Забайкалье». Первый день выборов Александр Осипов встретился с участниками и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи. В неформальной обстановке ребята поблагодарили губернатора за удавшуюся поездку, поделились яркими впечатлениями и эмоциями с главой региона. Обсудили идеи проектов, которые в будущем хотят реализовать участники ВФМ. Мы хотели, чтобы в Забайкалье появился свой какой-то молодежный медиа-центр. Чтобы он охватывал не только события, которые происходят у нас в Чите, но и в районах. У нас очень много талантливых ребят там, и среди участников есть ребята, которые живут в районах, и они могут к этому подключаться. Губернатор Александр Осипов и министр развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики региона Наталья Щербина поддержали идею ребят по созданию молодежного медиа-центра. К другим темам. В 2023 году более полутора тысяч забайкальцев бесплатно переобучились на новые востребованные профессии в рамках национального проекта «Демография». Об особенностях программы расскажет Даниил Батвинский. Благодаря национальному проекту «Демография» каждый безработный может с легкостью обучиться в востребованной профессии, причем абсолютно бесплатно. Пока вы будете получать новые навыки, без денег не оставят. Пособие по безработице будет по-прежнему выплачиваться, а некоторые работодатели и вовсе платят стипендию и даже предоставляют жилье. Рабочие профессии – это машинист-бульдозер, машинист-каскаватор, повара, кондитеры, охранники, то есть могут получить программу 1С, бухгалтерия, 1С-кадры. Ну то есть очень много направлений, то есть граждане могут под свои профессии, потребности, то есть подобрать именно то направление, которое им будет необходимо, чтобы трудоустроиться, либо повысить свою квалификацию. Программа распространяется на бойцов СВО. Герои, которые отдали свой долг отчизне, идут в первую очередь, и для них предусмотрены особые вакансии. Участники специальной военной операции имеют приоритетное право на трудоустройство. Подбор подходящей работы, исходя из состояния здоровья, квалификации, то есть пожеланий, то есть полностью подбирается под пожелания гражданина. Обучение занимает немного времени. Например, путь от первого занятия до получения лицензии охранника можно пройти всего за полтора месяца. У нас обучаются разные категории граждан. Это граждане от 18 лет до предела нету обучения, то есть до скольки хочет человек учиться и работать охранником. Приходят, обучаются. Это граждане и бывшие военнослужащие, пенсионеры. Получить новые навыки могут и те, кто уже имеет образование и место работы. Александр Герасимов раньше был железнодорожником, но со временем захотел перемен своей жизни, решил освоить новую профессию. Оперативно сработал Центр занятости населения. Отправили сюда учебный центр громк на обучение 6-го разряда охранника. А вот до этого у вас была работа уже? Да, на железной дороге работал. А почему вы сюда попали? Не знаю, почему-то почувствовал себя охранником. Подать заявку на обучение можно на официальном сайте Краевого Центра занятости населения забзан.ру или лично по адресу горы Чита, улица Петровская, 37. Даниил Ботвинский, Антон Носов, РТК Забайкалье. С 15 по 17 марта жители Читы могут отдать свой голос не только за политическое будущее страны, но и за благоустройство одного из четырех скверов или парков города. Волонтеры рядом с избирательными участками предлагают поучаствовать в федеральном проекте формирования комфортной городской среды в режиме онлайн. Григорий Анипер узнал, какое из мест выбирают читинцы. Прийти на выборы президента и воспользоваться своей гражданской позицией, а потом выйти из избирательного участка и проголосовать за благоустройство одного из четырех общественных пространств. Сквера МЖК, парк авиаторов, Сиреневой аллеи или сквера по улице Малая в режиме онлайн. Такая возможность появилась у читинцев с 15 по 17 марта. Я думаю, это, конечно, важно. Это гражданскую позицию надо свою иметь. И у народа ее как-то побуждать к этому. У нас не всегда народ к этому активен. За что бы вы отдали свой голос? Ну, парк МЖК точно надо с ним что-то сделать. Ну, я бы, наверное, за МЖК проголосовала. Почему? А потому что я живу недалеко. С радостью ходила бы туда, гуляла. Каждый из нас может сделать минимальными усилиями большое дело. И каждый раз, когда у нас возникает этот проект, мы выбираем территории не для кого-то. Мы выбираем их для себя и мы несем ответственность, каждый из нас, за то, что будет дальше. Каждый житель Забайкальского края заинтересован в развитии и улучшении нашего города и в наших же руках сделать наш мир и непосредственно наш регион лучше. А я бы проголосовала за Центр. Мне кажется, это очень важный проект, потому что нужно модернизировать пространство под молодежь, под людей, которые здесь живут, чтобы им было интересно и не хотелось никуда уезжать. Определиться читинцам помогают волонтеры на избирательных участках. Их в дни выборов больше 500 человек со специальными карточками, на которых есть QR-код. Перейдя по нему, каждый желающий сразу попадает на сайт голосования и выбирает то место, которое ему по душе. Молодежь очень сильно интересуется. И, наверное, старше лет 40 им тоже очень интересно. Особенно бабушке такие «Сквер МЖК нужно!» Хотелось бы, чтобы все знали распространить эту информацию, потому что это как раз таки что для нас и что для других будет лучше. Отдать свой голос может каждый. На сайте платформы, зарегистрировавшись через запись в госуслугах или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом сайте госуслуги. Голосование продлится с 15 марта по 30 апреля. Григорий Анипер, Никита Дроздов, РТК «За Байкалье». Накануне зампред правительства России Марат Хуснулин провел совещание с Александром Осиповым в формате видеоконференции. Поговорили о социально-экономическом развитии Забайкальского края и обсудили реализацию национальных проектов. Поговорить об успехах края и реализации национальных проектов. Свой доклад заместителю председателя правительства России Марату Хуснулину губернатор Забайкали Александр Осипов начал с благодарности федеральному правительству за оказанное внимание, благодаря которому региону за пять лет удалось значительно повысить свои показатели. Огромное вам спасибо, что вы нас по финансированию двух утвержденных мастер-планов городов Краснокаменское и Читы поддержали. Мы получили почти 4 миллиарда рублей, направили их на автобусы 400 миллионов рублей, все остальное на автодорожную инфраструктуру Читы и на самые главные, самые большие суммы на капитальные ремонты сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализования и так далее. И небольшие деньги отправили на капремонт и образовательных учреждений, в первую очередь среднего профессионального образования Краснокаменское. В центре внимания вице-премьера федерального правительства оказались расселения из аварийного жилья и забайкальские трассы. Марат Хуснулин попросил Александра Осипова взять на личный контроль достижения показателей по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В общем итоге края в 2023 году он назвал положительными. В целом хочу сказать, что по нашему боку работа выстроена хорошо. 16 программ из 21 зеленой зоны, значит красных зон не было. Хорошая динамика, прошу не снижать эту динамику, активно продолжать также работать. Ну и все, что у вас там с Китаем, с экспортом, сейчас ваше время пришло, вам надо эту тему качать. Есть, спасибо. Вам надо просто активно использовать ваше географическое расположение. Отрадно и то, что во время совещания вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснулин поручил на премьере Забайкалья разработать комплексную модель развития и модернизации коммунальной инфраструктуры. Такая программа в дальнейшем сможет быть полезной и для других регионов страны. Екатерина Пешкова, Никита Дроздов, РТК Забайкалья. В штабе общественной поддержки в Чите состоялось вручение дипломов победителей участникам проектов гранта губернатора 2021 года. Авторы 10 лучших работ получили свои награды. Публичное голосование за проекты грантового конкурса онлайн в Забайкале прошло впервые. 6,5 тысяч забайкальцев оценили 25 проектов по 8 направлениям. Накануне Координационный комитет выбрал 10 лучших. В их числе проекты Велофест, Чита, Город трудовой доблести, Мир, Большая перемена и другие. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Первый класс. Какие учебные заведения предпочитают родители будущих школьников, выясняли мои коллеги. Лучшие рецепты блинов. Как четинцы отмечают Масленицу, расскажем совсем скоро. Не пришли. Им не до меня. Где же она? Володя, ну ты где? Забыли они о нас? Некогда и не приедут. В жизни есть моменты, когда наше участие не просто важно, оно необходимо. Ваше участие необходимо. 15-17 марта 2024 года. Выборы президента России. Продолжаем выпуск. Читинец, угнавший автомобиль для поездки к родственникам в улеты, был задержан полицейскими. Об угоне Тойота Корона сообщил местный житель. Сотрудники полиции установили, что автомобиль стоял во дворе частного дома с ключами в замке зажигания. При этом въездные ворота были настиж открыты. Инспекторы ДПС по Улетовскому району обнаружили машину, которая двигалась по трассе в сторону села Улеты. Водитель был задержан. Им оказался житель Читы 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Иномарка возвращена владельцу. К другим темам. Старший лейтенант Виктор Августаев, проходивший службу в Забайкале, награжден Орденом Мужества. Начальник медслужбы во главе специализированной группы оказывал неотложную помощь и эвакуировал раненых сослуживцев из районов боевых действий. Виктор Августаев неоднократно подвергался артиллерийскому и минометному обстрелу. В ходе одного из них получил осколочное ранение. Но, несмотря на это, продолжил выполнять поставленные командованием задачи. С 1 апреля школы Читы начнут прием документов для зачисления детей в первый класс по месту жительства. С 6 июля можно будет выбрать учебное заведение по своему усмотрению. Но стоит ли тянуть время, гоняясь за престижем, выясняли мои коллеги. Дадя знаний, еще почти полгода. А с 1 апреля уже стартует прием детей в школы по прописке. С 6 июля можно будет выбрать любой понравившийся. Если, конечно, там останутся свободные места. В Забайкале есть и специализированные учебные заведения, где уклон делается на те или иные области знания. Но стоит помнить, что принцип набора в них ровно такой же, как и в обычных учебных заведениях. Дети по прописке и льготные семьи идут в первую очередь. Дети, которые поступают в нашу школу, они должны быть готовы к трудностям, потому что язык очень трудный. Часов мы отводим на язык очень много. Язык начинают изучать дети со второго класса. То есть у нас английского языка во втором классе нет, как во всех школах. И английский начинается только с пятого класса. А второй, третий, четвертый мы изучаем китайский язык. В то же время специалисты советуют не гнаться за престижем. Следует обращать внимание на способности ребенка и выбирать ту область, которой он наиболее предосположен. Не все родители понимают, что ребенок у них языковой. Вот считают, что школа престижная, значит, я туда отдам. Но вот этого делать, конечно, нельзя. Нужно видеть, в чем у ребенка проявляются особенные способности. Некоторым детям просто не дается язык. Подать документы на зачисление в школу можно как и в самом учреждении, так и через портал госуслуги. Интересующие вопросы можно уточнить в Комитете образования города Читы по номеру 35 30 21. Даниил Ботвинский, Владимир Николаев, РДК Забайкалья. 15 марта отмечается Международный день защиты прав потребителя. Традиционно в этот день сотрудники управления потребительского рынка администрации Читы выходят на площадь Ленина, чтобы рассказать горожанам об их правах. Как оказалось, читинцы уже давно подкованы и умеют возвращать деньги за некачественные товары и услуги. В день защиты прав потребителей сотрудники управления потребительского рынка администрации Читы вышли на центральные улицы города, чтобы познакомить горожан с их правами. Но часто ли читинцы сталкиваются с некачественными товарами и услугами? Как-то мы приобретали холодильник, и он нас не удовлетворил по своим качествам, техническим характеристикам. Мы обратились в магазин, и они нам заменили его. Был такой момент. Но давно, где-то 5-7 назад. Деньги возвращали, да? Конечно. Например, в интернет-заказах. Вот. Ну, просто нужно отстаивать свои права. Плохо ходили маршрутки, поэтому я обращалась в господин, в господин, в господин, потом в администрацию обращалась. Очень часто это, действительно, это часто происходит в магазинах, это часто происходит, допустим, в том же самом, ну, не знаю, в кинотеатре, где-то вот. Ну, возможно, таки везде. Да, на рынке. Вы знаете, как отстаивать свои права? Свои права, вы знаете? Ну, я-то знаю. А вы знаете, что эти права как раз прописаны в законе, который мы сегодня хотим вам приобрести? Спасибо огромное. Подарите мне закон о защите прав потребителей и в свою пору как раз в нем прописаны все права. В городское управление потребительского рынка в последние два года за защитой своих прав обратилось около тысячи читинцев. Раньше количество жалоб было значительно больше. Население становится более грамотным и благодаря таким мероприятиям, которые мы проводим, и благодаря что молодежь более мобильно в интернете может зайти назвать ту или иную ситуацию. Очень много юридических фирм. Есть уполномоченные органы, которые могут помогать рассматривать ситуацию, либо люди уже более грамотно, более ответственно подходят к покупкам. И еще, наверное, имеет свою роль то, что предприниматели стали более качественно оказывать услуги. Если вам оказали некачественную услугу или продали испорченный товар, за помощью можно обратиться по телефону горячей линии 32 52 87 или по адресу горы Чита улица Чайковского 28. Специалисты отдела бесплатно окажут юридическую консультацию и помогут отстоять свои права. Даниил Ботвинский, Антон Носов, РТК Забайкалье. Продолжается масленичная неделя и самое время узнать у читинцев, как они отмечают праздник. Некоторые запрошенных поделились рецептами самых вкусных блинов и рассказали, с чем их лучше есть. Масленица один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается в России. Он отражает вековые традиции, которые бережно сохранили и передают из поколения в поколение. Это недельный праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми и поеданием огромного количества блинов, которые, к слову, все готовят по-разному, чтобы получить тот самый любимый и неповторимый вкус. Ну, все самое основное яйца, мука, еще добавляем ванильный сахар, это прямо изюминка. И перед тем, как класть блин, мы смазываем маслом, чтобы они прям такие сочные блины. И именно на чугунной сковородке. Блинов я пеку на молоке блины, соду добавляю, яйцо одно добавляю, обычное, и кипяточку, когда разведу, кищу кипятком, чтобы они получились ажурные. Да, обыкновенно, молоко, яйца, сахар. Ну, обыкновенно. Они каждый раз получаются по-разному, но всегда вкусно. Я делала блинный торт. Я постряпала блины, а потом перемазала все это сметанно творожным кремом. Кефир, мука, два, три яйца, кипяток, все смешать, и будут самые вкусные блины. Десятки рецептов одного и того же блюда знают читинцы, и для каждого опрошенного его рецепт нравится не только им самим, но и родственникам, поэтому все, что печется в масленичную неделю, мигом съедается. К блинам горожане любят подавать сметану, различное варенье и сгущенку, а некоторые едят просто с маслом и сахаром. Поделились жители города и своим мнением о том, как лучше отмечать масленицу, дома в кругу семьи или в городе на праздничных гуляниях. Как-то я со своего детства помню, что масленицу как-то отмечали скромно дома, потому что, ну, нельзя было верить в то время в Бога. И раз, божественные праздники встречали всегда скромно. Ну, общественные, наверное, потому что это у нас же принято было всегда отмечать масленицу гуляниями всякими. Ну, я думаю, что он семейно-общественный, так скажем. То есть, и с семьей, и куда-то нужно выходить на улицу, общаться с горожанами на площади. Дома не сидеть. Больше семейный. Это уже с Руси давно повелось как бы проводить масленицу зиму, а уход зимы и встречание весны. Традиции празднования масленицы уходят корнями вглубь нашей истории. И в былые времена и сейчас этот праздник отмечается с размахом. Многие масленичные традиции сохранились до наших дней, и четинцы о них не забывают, как в семейном кругу, так и на уличных гуляниях. Григорий Анипер, Никита Дроздов, РТК «За Байкалье». В субботу, шестой день масленицы или заловкины посиделки, в этот день к молодым в гости шли родственники мужа. 17 марта наступит прощенное воскресенье, в которое принято досыто наедаться блинами, сжигать чучело зимы и просить друг у друга прощения. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Подписывайтесь на нас в Телеграм и других социальных сетях. Если вы сами стали очевидцем чего-то необычного, стали героем непростой истории, вам нужна помощь, и вы не знаете, куда обратиться, звоните в нашу редакцию по телефону 21-75-03. Я же с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова